здорово братишки мужские женские сегодня у нас реально крупная рыба по какой-то неведомой мне причине на ютубе толком-то и нету роликов где вам от и до рассказали бы кто такой литвин да конечно после его очередного говнокурса или разводника кто-нибудь что-нибудь да запишет но вот чтоб подвести итог собрать все зашквары в одну кучу от бездарности контента заканчивая то ли беспросветной глупостью и наивностью то ли абсолютной беспринципности вот с этим на ютубчике как раз проблемы а я как вы знаете люблю решать такие проблемы поэтому чай в кружку еду в тарелку рекламу на экран и начинаем увеличение дохода в 10 раз мгновенный переезд на бали и прочие вещи которые тебе обещают популярные инфо цыгане это дешевые уловки направленные на то чтобы выманить у тебя деньги за уроки которые состоят на половину из воды а на другую половину из другой жидкости но обучиться профессии которые в будущем обеспечат тебя хорошим постоянным заработком вполне возможно например профессия продакт менеджер это человек ответственный за создание и развитие новых проектов например сайтов или приложений он как идейный лидер управляет командой следит за всеми показателями развития продукта это отличный вариант влиться войти если слабо разбираешься в кодинге и в школе информатики предпочитал литературу а спрос на специалиста в этой области с каждым днем только растет можно сколько угодно смотреть видео уроки но если ты не опробуешь занятия на практике ничего не получится поэтому рекомендую программу от топово айтишного вуза мфт и и школы skill factory во время учебы ты будешь не просто разбирать метафорические шизофренические ситуации по типу что будет если поместить огурец в рассол который абсолютно не помогут тебе при устройстве на работу а будешь решать бизнес задачи компании именно на практике то после обучения ты вышел абсолютно готовым к реальной работе проходя программу ты сразу сосредоточишься на решении важных задач крупных компаний таких например как сберы вк на протяжении всего пути тебя будут поддерживать менторы а подтверждением навыков будет документ от мфт и курс не сможет найти за тебя работу но он сможет сэкономить твое время и даст возможность для старта и базу в профессии так что если хочешь развития в карьере интересных проектов и удаленной работы самое время обучиться продакт-менеджменту и вновь начать работать с горящими глазами ну и конечно же получение профессии мечты станет гораздо приятнее со скидкой 45 процентов по моему промо-коду не откладывай на завтра то что можешь изучить сегодня и начать зарабатывать ну а ссылки на школу которая тебе со всем этим поможет конечно же в описании или по qr-коду михаил литвин скандально известный блогер пранкер и владелец футбольного клуба имеет более 14 миллионов подписчиков в инстаграм и более 10 миллионов подписчиков на youtube и именно столько же людей он регулярно такое вот совпадение родился мешание в южно-сахалинске во вполне себе обеспеченной семье поэтому после появления на свет очень долго плакал потому что надеялся родиться в семье нищих ведь так история для будущей карьеры инфо-цыгана была бы куда более красивый мотивирующий но судьба злодейка распорядилась иначе и отцом михаила стал генеральный директор футбольного клуба сахалин а его матушка была инструктором методистом отделение детского футбольного клуба и судя по всему именно поэтому миша частенько козыряет тем что если бы не блогинг он бы стал бы самым известным и успешным футболистом повезло конечно что у родителей не владельцы макдональдса а то так бы говорил бы всем что повзрослеет и станет клоуном что впрочем недалеко от истины да и справедливости ради успехи футболе там очень сомнительны пиком его футбольной карьеры стала скамейка запасных в любительском футбольном клубе град да при таких условиях я бы тоже на его месте выбрал бы блогинг в этом случае даже хитрик в турнире кожаный мяч от гены букина выглядит как куда более убедительные спортивные достижения да что уж там даже слаймы делать и воду резать куда более престижное занятие для молодого человека в школе литвин учился плохо однако родители его за это не ругали и вообще не очень ясно что литвин в принципе делал хорошо поэтому его возможно не то чтобы не ругали а скорее всего просто забили что скорее всего и позволило прийти ему к делу принесшему ему популярность он начинает снимать веселые пранки я не понимаю такого контента я не хочу это смотреть помимо пранков миша регулярно еще снимает эпатажные или как можно еще сказать долборёбские видео на которых он портит различные дорогие вещи и все это чтобы потом наживиться на своих подписчиках которые на все это смотрят и визжат от восторга крича меньше ты такой крутой ты живешь полной жизнью ты даешь людей вот бы мне бы так же правда запас идей для видео похоже у михаила исчерпался а повторяться и снимать новые пранки с работой и пердежом ему не позволяет иготворца видимо поэтому иногда на его канале появляются такие видео как например вызвали 50 такси в одну точку вот не поверите друзья на часах 1631 нихуя себе непостижимо и ровно через четыре часа десять минут у меня вылет на сахалин я думаю как я могу улететь из москвы не засняв какой-то видос ну да видос не заснял сочетай москву не видел ладно там красная площадь и все такое но видос я вот реально вот сейчас часа два назад сижу и думаю ну надо же чё-то заснять но полюбовну невозможно и как назло не рыгать не пердеть неохота я все-таки придумал идейку такую хорошую ейку шалобливую я бы сказал все таки рогнешь и я подумал почему бы сюда не заказать много-много-много такси угла что же будет если вызвать 50 такси в одну точку какая интрига я прям сгорают любопытство я посчитал там 12 такси ну видимо вырезали моменте остальные 38 таксистов шлют на литвина и уезжают а может это как связано с тем что прям впритык ним стоят операторы с огромными камерами штативами и стабилизаторами что мне кажется не очень полезно для скрытых пранков и как вообще на это убогое зрелище можно было наложить такую эпичную музыку я понимаю еще если бы он вызвал бы 50 такси и как ван дам в шпагате бы на них уехал тогда базара нет эпично а так тут скорее вот это подходит пранки литвина еще славятся тем что они чрезвычайно жестоки что что случилось ну я не увидел и что что такое смысле мы прошел не увидели что такое случилось правда эту жесткость сам литвин не всегда вывозит по-хорошему горит удаляешь все ролики все ролики ты удаляешь и перестаешь снимать полиции а мы тебя не садим бить ли свои пранки над полиции миша не удалил чтобы не сесть видимо он насиделся уже на скамье запасных и вот казалось бы человек уже давно занимается пранками но ведь должен же он научиться какой-то уравновешенности и адекватная реакция приобрести какой-то опыт в своем деле и быть готовым на любую реакцию от разыгрываемых им людей но межань как вы понимаете учиться не любит поэтому на любую агрессию в свою сторону он начинает боковать теjourd хотел чо ты хотел достать выходи сюда вам приходи сюда выходи сюда тигр выходи сюда выходи сюда все ты хотел ствол достать ни какого стола у меня нет давай делаешь ну давай сделай давай сделай меня пошет иglass и баре ты ты менять не знаете я тебя спокойно горах и охарактеризует every понимаете могу спокойно вы любит плевай блядь давай Так что, подписчики Литвина, запомните, он над вами прикалываться может. А если вы начнете, то он обидится и вьет. Но только если вы не мент. Если вы мент, тогда извините и удалите видос. Может, даже еще ботинки чмокнет. А ведь не обязательно получать деньги с каперства или инфоцыганства. Полным-полно вполне легальных гайдов, с которыми можно заработать сверху. Чисто для примера. У одного желтого банка проходит акция. И любой желающий может получить 3000 рублей, выполнив парочку несложных условий. А подобных акций и кэшбэков вокруг вагон и маленькая тележка. И при постоянном их использовании, можно будет приятно свой карман оттянуть. И о этом гайде, и не только, я узнал из канала Лоу Банк в Деле. Где каждый день публикуется новый гайд, по типу озвученного. И что самое приятное, многие из них не требуют никаких дополнительных вложений. А еще у проекта есть свой личный чат, в котором ты можешь обсудить опубликованные гайды, поделиться своим опытом, задать интересующие тебя вопросы. Ну или просто похвастаться достижениями. Переходи по ссылке в описании, выбирай понравившийся тебе гайд и действуй. В том, что Мишаня снимает постановы, он и сам периодически признается. Снимал ли ты когда-нибудь постановы? Да. Как часто, кстати говоря. Наверное, из 100% 90-95%. Постанов. Да, да. Блин, это прям феномен. Быть настолько честным в своем ***. Правда, остается непонятным, почему при 95% постанов и богатыми предками, его ролики что в начале карьеры, что сейчас, остаются на уровне кидаем мента с колу, посмотрим, что будет. Пранки Литвина быстро набрали просмотры и принесли ему подписчиков. Низкий интеллект которых идеально, как пазл, подошел к бездарности, лене и наглости Миши. Так он и создал масштабный наиболевский коперский проект. Литвин Ставер, где давал абсолютно неверные прогнозы. Что, ребята, всем привет, посмотрели, изучили, а теперь хотелось бы вам сказать то, что не переживайте, все по-честному. Вы сами знаете, как я дорожу своей репутацией, поэтому за качество и за честность этого проекта я лично ручаюсь. И заставлял людей сливать деньги впустую. За призрачную надежду стать таким же богатым и успешным, чтобы также без зазрения совести ломать дорогие вещи. Хорошенько подняв бабла с доверчивых пользователей, Миша объявляет, что, оказывается, больше он вообще никакого отношения к этому проекту не имеет. Все прекрасно знаете о проекте Литвин Ставит, который существовал примерно 9-10 месяцев. К этому проекту я не имею отношения уже около 2-3 недель. Он теперь называется прогнозир. Так что все разоблачения и обвинения, которые теперь на него посыпались, они полностью беспочвены. Ведь теперь обманывает не он, а другие какие-то люди плохие. А сам Миш не такой, он хороший. Раз их ни у чем не виноват! Ну да, действительно, каких тебе претензий вообще могут быть? Ведь ты уже целых 2 недели не при делах. А то, что 9 месяцев там людей наебывал, сейчас-то ведь уже нет. Это то же самое, что сбить человек на машине, а потом пересесть на трамвай и делать вид, что это не ты. Да, и машины у тебя никогда не было. При этом перед каждым своим наебаловым Литвин не забывает упомянуть, что он очень дорожит своей репутацией, поэтому ему можно верить. Все по-честному. Вы сами знаете, как я дорожу своей репутацией. Поэтому за качество и за честность этого проекта я лично ручаюсь. И это у него происходит из раза в раз, поэтому не понимаю, о какой такой репутации идет речь, потому что у любовного плода Турыгиной с воскресным звонком коллектора репутация будет лучше. Ну и как гласит главная инфо-цыганская пословица, любишь ставки, люби и гивы проводить. И Литвин следует этой пословице и проводит тот самый, как он еще сам его назвал, ебучий гиф. Провели самый огромный гиф в истории всего человечества, в истории всех его... А позже еще продает свой конкурсный аккаунт с почти миллионом своих наивных подписчиков мошеннику Бугаеву, где тот сразу начинает всех на**бывать. Правда, в итоге оказалось, что Миш тут опять не виноват. Вообще рапик чистой воды невиновный. Крайней степени невиновный. А Бугаев его, оказывается, развел, потому что Миша очень доверчивый бедолага. Ислам Бугай, п***ть, он давно когда-то приехал ко мне, и они обманным путем у меня выкупили аккаунт, сказав под этим, что они будут проводить гиф, ебать. И продала этот аккаунт мой финансовый директор, б***ть. Ну, типа, не знаю вообще, что это за люди. У меня тут сразу несколько вопросов. Во-первых, как можно обманным путем купить что-то? Типа, они заплатили, а потом на**бли не стали пароль забирать? Или имеется в виду, что Бугаев не умеет пользоваться инстой, а сказал, что умеет? Я сказал, Аркене, то есть, смотри, Аркене, задача, чтобы ни в коем случае никакие б***каперы, ни хуя там, б***, ни казиношники. Вот, Миш, тебя сразу и выгнали. А вообще, сказал бы сразу, что пароль у тебя Бугаев из-под подушки выкрал, пока ты спал. Звучит куда убедительней. Хотя даже фраза «конкурсный аккаунт съела собака» куда убедительней бы звучал. И такой случай не один. У Литвина вообще постоянно странным образом угоняют конкурсные аккаунты и рекламируют там разводняк. На данный момент, то есть, вот этот Литвин-медиа-аккаунт, который был, он, все, он мошеннический, потому что его взломали, на нем сидит другой человек. После этого случая Литвин даже проводит серьезное расследование и находит этого преступника, который в это время куда-то на самокате гонит. Мы были конкретными шпионами, конкретными следователями, и у нас это хорошо получалось. Вот. И чтобы вы понимали, мы просто стоим, е**ть, вот он тип едет на самокате электрическом. Наверное, перескать границу с Мексикой, чтобы шериф Литвин такой, чёрт, это не наша юрисдикция. А вообще странно, что чувак едет только на самокате, а не на тачке Литвина, которую он вместе с аккаунтом угнал. Как бы Мишаня стал бы еще большей жертвой. Но это, наверное, потому что сложно голыми руками остановить машину. Такое могут только Эдвард и Сумерик, и Ельцин. И Литвин использует эту схему постоянно. Сначала устраивает масштабный на** подписчиков, а через какое-то время, когда поднимает бабок, начинает оправдываться и говорить, что он не виноватый, он сам на самом деле жертва. И тут на самом деле два варианта. Либо Литвин реально очень тупой, его постоянно на**ывают, либо он реально очень тупой, но просто есть еще 14 миллионов людей еще тупей. Цели обмануть людей там никогда не было. Мы в натуре не пытаемся кого-то на**ать, мы реально хотели сделать здравый проект. А самое забавное, что параллельно оправданием и доказыванием всем чего-то, Литвин постоянно говорит, что не будет оправдываться и никому ничего доказывать. Я говорю то, что я никому ничего доказывать не собираюсь. Доказательством честности самого Литвина может послужить то, что он даже расстался с девушкой своей, когда узнал, что она какой-то разводняк рекламирует. Ну, по его словам, конечно. При этом сам Миша в это же время без проблем рекламирует каких-то инфо-цыган. Ты что вообще делаешь? Вообще, ты, я так понимаю, нуждаешься в подписчиков? Да, я нуждаюсь в аудитории, я вообще занимаюсь онлайн-бизнесом. Кайгородцев один из самых молодых инфо-цыганей, который начал свой путь в 16 лет. Я сделал для вас специальную цену в 10 тысяч рублей. Веду про это ютуб-канал, я думаю, Миша здесь его покажет, прорекламирует. Возможно, по мнению Литвина, в семье только один человек может рекламировать Кидалова. Если начнет еще второй, то все летит в тар-тар-аре. Но, несмотря на это, Миша и правда является достаточно наивным и глупым человеком. Именно поэтому в его жизни происходят ситуации по типу нелепой кражи машины. С вероятностью 99% у нас украли машину, которую Миша приобрел в Дубае. Я купил себе машину в Дубае, но так как я не являюсь резидентом, и у меня нет необходимых документов для того, чтобы зарегистрировать тачку на себя, я ее тогда зарегистрировал полгода назад, когда купил, на знакомую девочку. Я попросту не смог взять свою машину. То есть я не могу, прикиньте, подъехать к своей тачке и даже посмотреть на нее. Потому что нет четкого ответа, где моя машинка, мне кажется, я проебал тачку. А что, разве может быть плохой идеей перевезти несколько миллионов рублей кому-то в Дубай? Просто потому, что веришь ему на слово. У меня девчонка спи***ла тачку, брат, а еще, что самое интересное, в Арабских Эмиратах. У нас с тобой не было никаких условий, ни официальных, ни... То есть мы с тобой не разговаривали ни о каких условиях, и ты меня перед фактом не ставила. Ну как это может закончиться тем, что тебя на ебут? Обычно же подобные истории заканчиваются тем, что они вместе открывают трансатлантическую компанию. Я, честно говоря, вообще не понимаю, как можно хоть кому-то переводить деньги в Дубай. Я бы в Самару косарь на всякий случай переводить не стал, а человек в Дубаях покупает машину. Там же сейчас каждый второй капер или инфо-цыган. И их количество увеличивается на одного, когда Мишаня туда на отдых прилетает. Как и любой успешный человек в крипте, Миша Литвин офигенно разбирается. И, конечно же, нас тоже этому научат. Так же, как он нас когда-то учил в ставках разбираться. Ну потому что он вообще все только ради нас делает. Сначала, само собой, надо показать огромные пачки денег во время прогрева. Но это чтобы у нас слюнки потекли. И мы уже не могли логически рассуждать. Дорогие друзья, встречайте. Это Юрий Левитас, у меня, наверное, первый вопрос. Ну вам зачем это? И это совсем не кринжово выглядит. Ведь, как всем известно, каждый уважающий себя бизнесмен так и сидит в своем офисе. Со всех сторон, обложившись баблом. А как, по-твоему, народ еще узнает, что он богат? Не удивлюсь, если его кумиром является Стродж Макдак, купающийся в монетах. Скажу тебе откровенно, как есть. Хочется прикоснуться к твоим миллионам подписчиков. Ну что, подписчики, Литвина готовы? Сейчас к вам будет прикасаться лысый богатый дяденька. С Мишаного позволения, конечно. Затем, по классичной классике, Мишка нам показывает якобы случайных участников конкурса, которые ого-го, как много заработали. 26% 6 рабочих дней, 35% человек получает 250 тысяч рублей. Мне настолько все понятно, что дальше рассказывать, насколько крипта, ф***, тема, я думаю, вообще смысла не имеет. Если вам этого недостаточно, то, что вы увидели после дома, то нам, извините, разговаривать не очень. И, наконец, делать то, ради чего все и затевалось. Запускать старые добрые курсы по заработку. Продажи на курс открыты, можете смело залетать по этой ссылочке. Помимо того, что вы получите ебать какие знания, с которыми просто можете шуровать в крипте, боженьки. Просто нахераскивать бабки оттуда на ежедневной основе, при этом не выходя из хаты. Все свои схемы разводника Миша сначала проверяет на аудитории своего подопытного кролика Суба. Суба даже выглядит так, как будто Литвин пытался в Симсе и сам себя сделать. Если даже у того получается, то можно и Миша делать. Сначала свой каперский проект создает Суба, и только потом Литвин вступает в игру. Точно так же и с курсами по заработку. Друзья, я официально объявляю об открытии продаж на мою пиздатую программу «Директор по рекламе». Продажи на курс открыты, можете смело залетать по этой ссылочке. Просто нахераскивать бабки оттуда на ежедневной основе, при этом не выходя из хаты. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, какой ты сорт инфо-цыгана. Правила жизни Михаила Литвина. Еще одно правило списка Литвина – будь собой, перди на камеру. Будь таким, что ты, блядь, можешь взять, пернуть на камеру, если тебе покайфует. Хотя на самом деле Миша даже, наверное, правильно делает. Если уж получилось даже у человека, который выглядит как амбассадор автозагара с унитазом во рту, то даже у Литвина получится. Один из главных спикеров и амбассадоров проекта Литвина – это Павел Ченков. Еще один мутный типчик, успевший поскакать по пирамидам. Правда, его Литвин в этот раз даже проверяет на инфо-цыганство с помощью полиграфа, чтобы всем уже показать. Но в этот-то раз Мишка Литвин вам точно не втирает дерьмо. Нет. Амбиции у проекта были самые высокие. Литвин лично обещает своим подписчикам, что курс одержит такую информацию, что каждый после его прохождения сможет стать миллионером. Думает, что это сложно, но это пиздец такое ошибочное мнение. Вообще забудьте про это. Вот на примере даже дома, да, где мы собрали, ребята, я вам серьезно говорю, еще 100 домов таких мы соберем, и все будут делать бабки. Вот говорю вам уверенно, вот все. Потому что есть единая концепция, которую можно быстро уловить, и с помощью которой вы быстро научитесь поднимать бабки. Ну а если у вас не получится, то тут уж извините, вы сами виноваты. Когда у вас не получается сложить оригами, вы же не вините японцам, что оригами трудная хуйня. Помимо прочего, для подстегивания интереса подписчиков, все участники конкурса автоматически становятся еще и участниками розыгрыша тачки Литвина. Да, чувствуете, чем-то пахнет. Пахнет хуйней. Тем, что как будто вот эту вишенку заберет один из моих подписчиков. Но сейчас о другом. Правда, люди уже не так хорошо доверяют Литвину и начинают его потихонечку хейтить. Мы сейчас настолько с командой стараемся, реально впахиваем изо дня в день, чтобы продукт был настолько жирнющим, настолько качественным, чтобы просто каждый, кто усвоил материал, будет зарабатывать бабки. А в ответ я получаю столько хейта, негатива от вас, столько сквернословия, да, в мой адрес. Настолько обильно, Я порой даже могу, ну реально, чего уж греха таить, я могу ночью вот так вот подушку зареветь в моменте. Интересно, что же он там такого представлял, что ему стало так грустно, что аж глазки от слезок заблестели. Наверняка тот самый грустный вариант жизни, где он все-таки стал футболистом, и ему пришлось честно работать. Сам курс обещает заработок сразу во время обучения, без вложений, без стараний, без регистрации смс. Все очень просто. Купи курс, заработаешь миллиард. Короче, с каждым новым мешательным курсом деньги становятся зарабатывать все проще и проще. Скоро он вообще просто будет на улице к людям подходить, предлагать закопать их деньги на поле чудес в стороне дураков, чтобы вырастить денежное дерево. При этом все обучение, которое дает Мишане, состоит просто из нескольких записанных роликов от разных экспертов, которые просто читают текст по суфлеру, проговаривая информацию, которая есть в свободном доступе по первой ссылке. Реально для ваших финансов будет полезнее, если вы просто купите железную жабу и будете ей в рот по монетке запихивать. Кроме этих видео, в курсе, нет ни поддержки, ни контроля учеников, ни домашнего задания, ничего. Просто смотри видосы и умнее. Вот тебе и вся формула хорошего образования. Так, кстати, еще Галилея говорил. В общем, на деле, курс кучи громких обещаний оказался очередным набором базовой информации, понадерганной из интернета, разбором криптотерминов и, конечно же, самое главное, дорого снятым приветствием от самого Миши, за которое мы, похоже, и должны платить деньги. Миша, окромя на*** в своих роликах, любит еще раздать пацанской мудрости о том, как на самом деле правильно жить. Закон жизни, друзья, никогда не жадничайте, никогда не воруйте, блин, потому что, но рано или поздно всегда время расставляет все по своим местам и на плаву, на плаву остаются только честные ребята. Правда, почему-то, когда именно он это произносит, его речь начинает звучать, как какой-то под***, тех, кого он кинул на бабки. Если подытожить, то Мишаня мутный тип, который создает и продвигает проекты, с помощью которых разводит людей. А если вдруг поднимается какой-то кипиш, то записывает искренне, в кавычках, в виде обращения и рассказывает, что он-то ни в чем не виноватый, это не Миша Литвин вас развел, его самого вместе с вами развели злые мошенники. А сам-то Миша хочет лишь одного, сделать своих подписчиков богатыми и успешными. Просто пока не получается. Так что, когда он запустит очередной проект, который лишит кучу людей денег, надо ему просто сказать, Миша, спасибо, что стараешься ради нас. Ну, а на этом у меня все. Передай благодарность Литвину в комментариях, ставь лайк, подписывайся на мой канал, а заодно на мою телегу с Boosty, чтобы регулярно получать контент. Ну и давай, братишка, до скорого!